Марнская битва Начальник Большого генерального штаба Мольтки-младший был уволен в отставку, понеся во встречных боях на Марне значительные потери, и союзники и германцы, не решаясь продолжать фронтальные атаки, усердно зарывались в землю. Оставалось свободное от войск 200-километровое пространство между Северным морем и рекой Уазой. Началась череда безуспешных попыток обхода открытых флангов, получившее название «Бег к морю». К 15 ноября окончательно установился сплошной 700-километровый фронт от крепости Бельфор на границе с Эльзасом до бельгийского порта Ньюпор, или, проще сказать, от нейтральной Швейцарии до пляжей Северного моря. В таком положении, практически без каких бы то ни было стратегических изменений, он просуществует до самого окончания войны в ноябре 1918 года. Совсем иная картина рисовалась на Восточном фронте. Из трех лет участия России в Первой мировой войне, 1915 год был самым тяжелым и для России, и для ее армии. Из классического постулата российских коммунистов, чем хуже для России, тем лучше для коммунистического движения, трагические события этого действительно тяжелого года автоматом переносятся и на другие периоды великого противостояния. Именно отсюда берут свое начало расхожие мифы о разутой и раздетой армии и о безоружных солдатах, ожидающих пока освободится винтовка, выпавшая из рук раненого или убитого товарища. Пока на Западном фронте противоборствующие армии спешили упереться плечом в морской берег, Гинденбург, ставший после успеха Восточной Пруссии новым командующим на Востоке, готовился к реваншу за Галицийское поражение. Надо признать, что в отличие от англо-французского военного руководства, германское командование никогда не оставляло в беде своих союзников. К тому же, к исходу Галицийской битвы Юго-Западный фронт русских угрожал не только Австрии, но и жизненно важному германскому промышленно-сырьевому району Верхней Силезии. В 1939 году английский премьер-министр времен Первой мировой войны Дэвид Ллой Джордж напомнил, идеалом Германии является и всегда была война, быстро доводимая до конца. В 1914 году планы были составлены именно с такой целью, и она чуть-чуть не была достигнута, если бы не Россия. Если бы не было жертв со стороны России в 1914 году, то немецкие войска не только бы захватили Париж, но их гарнизоны и по сие время находились бы в Бельгии и Франции. Мудрые слова. Так в мемуарах, написанных в 1948 году, охарактеризовал эти слова Ллойд Джорджа сэр Уинстон Черчилль, бывший в 1914 году морским министром Британской империи. Гинденбург понимал, что восполнив недостаток боеприпасов, Юго-Западный фронт вот-вот двинется вперед и перенесет боевые действия уже не только на земли Австро-Венгрии, но и, собственно, Германии. Опираясь на мощную железнодорожную сеть, он осуществляет молниеносную перегруппировку, перебрасывая ударные части 8-й немецкой армии из Восточной Пруссии в Западную Польшу. Сюда же подтягиваются и новые резервы Западного фронта. 28 сентября, имея неоспоримое численное превосходство, австро-германцы переходят в наступление. К 10 числам октября германцы вышли к Варшаве, а австро-венгерские части подошли к русской крепости Ивангород. Бои носили самый ожесточенный характер. Тем не менее, отработанный в Бельгии сценарий взятия крепостей с налета дал осечку. В дни боев под Варшавой и Ивангородом приходилось целые ночи не смыкать глаз, а уцелевшие солдаты вспоминают о них с ужасом. Так писал об этих боях начальник штаба Восточного фронта генерал пехоты фон Людендорф. У русской армии не было за спиной мощного железнодорожного обеспечения, но войска Юго-Западного фронта, совершив многосоткилометровый пеший марш, ударили во фланг германо-австрийской группировки. Бездарные царские генералы, как любили именовать русских командующих советские историки, проявили высокое оперативное искусство. Подобную скорость маневра в отсутствии железных дорог лучшая в мире армия Германского рейха так никогда и не освоит. Это будет под силу только моторизованным полчищем Адольфа Гитлера. Но это уже будет другая война. 27 октября был отдан приказ об отступлении, которое, можно сказать, уже висело в воздухе. Положение было исключительно критическое. Теперь, казалось, должно произойти то, чему помешало наше развертывание в Верхней Силезии и последовавшее за ним наступление. Вторжение превосходных русских сил в Познань, Силезию и Моравию. Чтобы задержать следовавшие по пятам русские полки, немцы прибегли к широкомасштабному разрушению железнодорожных путей. В условиях осенней распутицы это оказалось эффективной мерой. Тем не менее, потери германской коалиции были более чем серьезными. В Варшаво-Ивангородской операции с обеих сторон сражались шесть армий, более одного миллиона человек. Наибольшие потери понесла первая австрийская армия, потерявшая 75 тысяч человек из своего начального состава в 150 тысяч штыков и сабель. Одной из главных ошибок русского командования в начальном периоде войны было использование слишком простых шифров. Служба обеспечения секретности и военная контрразведка только зарождались и делали свои первые шаги. Австро-германское командование своевременно получило сведения о приостановке движения русских дивизий к границам Силезии. И снова застучали колеса немецких поездов, чтобы, обойдя противника по 300-километровой дуге с севера, выбросить во фланг наступающим русским полкам ударную группировку фон Маккензена. 11 ноября германским ударом началась Лодзинская операция. Вытянутые в линии русские войска не имели резервов. И тем не менее, наступающий клин из пяти немецких дивизий генерала Шефера оказался в русском мешке. Ценой больших потерь Шеферу удалось вывести свою группировку из окружения. В середине декабря боевые действия прекратились. Казалось, что и на Востоке возникает призрак позиционной войны. В кампании 14-го года русская императорская армия показала себя как эффективный боевой инструмент. Имея равное соотношение сил, русские полки били не только австрийцев, но и победоносную армию кайзера Вильгельма. Русская артиллерия, благодаря высокой вывучке офицеров и нижних чинов, была как минимум в два раза эффективнее немецкой полевой артиллерии. Причем и это соотношение может рассматриваться только как весьма условное, по причине почти полного отсутствия в России тяжелых полевых пушек. Все это говорит о высокой эффективности управления государством и строительством его вооруженных сил в эпоху царствования последнего русского императора. И тем не менее мы видим, что победоносные наступления в Галиции, под Лодзью и Варшавой не достигли решающего успеха по причине острой нехватки боеприпасов. Так что же, может быть правы советские историки, с упоением рассказывавшие нам о технической отсталости царской России и о кризисе царского режима, неодолимой преградой стоявшего на пути русской буржуазии, которая, не случись октябрьского конфуза, непременно привела бы Россию к вершинам и технического, и социального прогресса? В реальности же, на пути технического перевооружения русская армия и флота стояла именно буржуазия. После 17 октября 1905 года русская монархия была ограничена. Причем ограничена именно в пользу крупной буржуазии, которая по понятным, то есть по финансовым причинам, имела подавляющее большинство думских кресел. А также в пользу тех, кто стоял за иностранными спецслужбами, интересы которых в тогдашней думе представляли разного рода революционные партии, вроде эсеров и большевиков, состоявшие на содержании у мировой финансовой закулисы. В чем-то ситуация поразительно похожа на политическую ситуацию в современной России. Характерным примером деструктивной позиции русской буржуазии является ее активное участие в выполнении большой корабельно-строительной программы, на основании которой строился новый флот, которому надлежало восполнить утраченную в японской войне морскую мощь империи. Согласно этой программе, не считая иных кораблей, надлежало построить четыре дредноута для Балтики и такое же количество аналогичных кораблей для Черного моря. Россия располагала довольно развитой сетью казенных судостроительных заводов. Петербургские казенные Балтийский и Адмиралтийский заводы, ничтоже сумняшися, выполнили заказ по строительству четырех кораблей класса «Севастополь». Линейные корабли класса «Севастополь». Водоизмещение 22 тысячи тонн. Вооружение. 12 12-дюймовых и 16 120-мм орудий. Скорость хода 23 узла. Построено 4 единицы. Севастополь, Полтава, Гангут и Петропавловск. Стоимость строительства одного корабля 25 миллионов золотых рублей. Все корабли вошли в состав бригады линкоров Балтийского флота, обеспечив надежное прикрытие центральной мино-артиллерийской позиции, закрывавшей германскому флоту дорогу на Петроград. В судьбу же черноморских дредноутов активно вмешалась отечественная буржуазия. Хотя в Николаеве и Севастополе имелись мощные казенные верфи, государству было навязано строительство серии дредноутов класса «Императрица Мария» на частных верфях. Линейные корабли класса «Императрица Мария». Водоизмещение 23 тысячи тонн. Вооружение 12 12-дюймовых и 20 130-мм орудий. Скорость хода 22 узла. Построено 3 единицы. «Императрица Мария», «Императрица Екатерина Великая» и «Император Александр III». Четвертый корабль «Император Николай I» спущен на воду, но в строй не вошел. Как мы видим, корабли эти мало отличались друг от друга. Но разница в цене была более чем существенная. Черноморские дредноуты строили общества «Наваль» и «Руссуд». Первое было франко-русским, а второе русско-германским. Оба общества желали иметь не менее 100% прибыли на оборонном заказе. И это при том, что частные заводы бесплатно получили от казенных верфей всю проектно-техническую документацию, которая, понятное дело, стоила немалых денег. Это была сладкая, но ядовитая сказка о рынке, который все отрегулирует сам. Не стоит говорить о том, как все это похоже на происходившее еще недавно в нынешней России. Эпизод с линкорами не был единичен. Генерал Маняковский, командовавший во время Великой войны главным артиллерийским управлением, свидетельствует, что и по его ведомству буржуазия приложила свою нелегкую руку. В своих воспоминаниях Маняковский пишет, что созданные главным артиллерийским управлением в ожидании большой войны стратегические запасы цветного металлолома и селитры, столь необходимых для производства артиллерийских снарядов, были по требованию промышленников, и при активном продавливании этого решения думой распроданы по дешевке. С началом войны все это пришлось вновь закупать, но уже с опозданием, за границей и втри дорого. Артиллерийское ведомство сосредоточило на складах 215 миллионов пудов меди. В 1911 году Дума в интересах промышленников обязала госконтроль распродать накопленную медь по цене 11 рублей за пуд. Было ликвидировано более половины запаса. С 16-го года медь закупали за границей по 26 рублей за пуд. Оплаченная промышленниками, Дума в деле подготовки к войне буквально саботировала все усилия императора и императорского правительства. Страна буквально погрузилась в новое смутное время. Только вместо боярской олигархии страну теперь расшатывали капитаны крупного бизнеса. Вот какие интересные документы порождала алчность молодой русской буржуазии. Из требований Совета съезда металлозаводчиков Северного и Прибалтийского районов к Совету министров расширение оборудования казенных заводов должно быть запрещено Советом министров. Если ныне заказы военного и морского ведомств дают частным заводам только спорадическую работу, несмотря на огромные затраты сих заводов на неспециальное оборудование, пригодное лишь для целей государственной обороны, то справедливо ли со стороны государства ухудшать условия работы на сих оборудованиях отвлечением заказов на новые, никому не нужные, расширения заводов казенных? Да и допустимо ли подобная недопустимая трата денег? И вот такие безумные, если не сказать преступные бумаги, проходя через заседавшую в Таврическом дворце думу, получали статус законов. Так, например, попытка все тех же артиллеристов увеличить выплавку на казенных заводах крайне необходимой латуни и мельхиора была сорвана путем оказания давления на Министерство торговли. Тут ярко сказалось могущественное влияние на наш правительственный аппарат, частные промышленности и банков, державших ее в кабале. Поход представителей этих учреждений против казенных заводов, стоявших всегда, что называется, поперек горла частным заводчикам, начался уже давно, не прекращался все время и, конечно, принес немалый вред делу обороны государства. Генерал от артиллерии Маняковский, из капитального труда боевое снабжение русской армии в войнах 1914-18 годов. Не ради завоеваний, но ради защиты Отечества, не ради процветания дворянства или буржуазии, но ради всего русского народа. До последнего крестьянина и рабочего включительно, строил русский царь оборонную мощь своей империи. К сожалению, на гребне революции 5-го года крупная буржуазия в несколько невольном союзе с террористами и убийцами не только ограничила власть царя, но и сама пришла во власть, превратившись в смертельно опасную для общества прослойку олигархов. Именно буржуазия сорвала мобилизацию поистине неисчерпаемых ресурсов России в период подготовки к Великой Всеевропейской войне, неизбежность которой так хорошо осознавала военное руководство русской империи. Может быть, русская буржуазия и могла бы эффективно отстроить русскую оборонную промышленность, но тогда в качестве госприемщика нужно было бы поставить не иначе, как Лаврентия Павловича Берию с его печально памятным репрессивным аппаратом. Но тогда это была бы уже не Россия и не православная монархия, хотя какой-то синтез, несомненно, был нужен. Так вероятно, он нужен и сегодняшней России, которая во второй раз в своей истории идет по очень похожему сценарию. За финансовые и политические игры русской буржуазии расплачиваться пришлось русскому солдату. Уткнувшись на Западном фронте в неодолимый позиционный тупик, с началом кампании 2015 года германское командование решило перенести основной удар на восток, где еще маячили перспективы маневренной войны, тем более опасной для русских в условиях наметившегося снарядного голода и тотального господства немецкой полевой тяжелой артиллерии. Сегодня трудно провести границу между простым хищничеством и сознательным нанесением вреда. И буржуазии, и революционеры боролись вовсе не за свободу. Свобод в Российской империи было предостаточно. Они боролись за власть. Лозунг большевиков о необходимости поражения царизма, выдвинутый Лениным в начале мировой войны, далеко не так оригинален, как это кажется на первый взгляд. Достаточно вспомнить то, с каким ликованием встречала русская интеллигенция «Известия о поражениях русской армии на сопках Маньчжури». Поход буржуазии за властью невольно приводил ее в объятия тайных обществ и в первую очередь в объятия масонства. В мрачных ритуальных залах масонских лож под руководством неведомых кукловодов сплеталось то, что казалось невозможно соединить. Блестящие военные. Представители высшего военного руководства, вроде будущего начальника генерального штаба и по совместительству руководителя военного заговора, приведшего к отречению царя. И откровенные политические прохвосты на плечах генералов, въехавшие во власть. Всем этим людям ради удовлетворения их властных амбиций было необходимо военное поражение России. Хотя на словах они безусловно ратовали за войну до победного конца. Снарядный голод не дал России победоносно завершить кампанию 2014 года. Снарядный голод станет причиной тяжелой военной катастрофы летом 1915 года. Общепринято, что снарядный голод возник по причинам более чем объективным, а именно по слабости русской промышленности и по недооценке военным руководством интенсивности и масштабов надвигавшейся войны. Но внимательный анализ позволяет предъявить военному руководству и другие, более серьезные претензии. Когда блистательные наступления русской армии в Галиции под Варшавой и Лодзию останавливались по причине катастрофической нехватки огнеприпасов, на тыловых складах пылилось не менее 4,5 миллионов выстрелов для полевых орудий. Много это или мало? За весь период битвы за Галицию русский юго-западный фронт, а это более половины полевой действующей армии, израсходовало 2 миллиона выстрелов. Можно было отстрелять еще две таких баталии. Но боеприпасы и столовых арсеналов на фронт не поступили. Забегая чуть-чуть вперед, скажем, что в кровавое лето 1915 года за 5 месяцев военных событий, вошедших в историю под именем Великого Отступления, легендарные русские трехдюймовки израсходуют 4 миллиона снарядов. Снарядов будет катастрофически не хватать. Еще раз оговоримся, не хватать именно на фронте. В 1915 году русской промышленностью произведено и передано армии 10 миллионов трехдюймовых артиллерийских выстрелов. 1 миллион 200 тысяч получено по зарубежным поставкам. 4,5 миллиона перешло из запасов 2014 года. Произведено 1 миллион 300 тысяч снарядов для полевой тяжелой артиллерии. И около 1 миллиона перешло из неизрасходованных запасов. Общий итог — 18 миллионов выстрелов. Кто и для чего копил в тылу штабеля столь необходимых фронта снарядов, это навсегда останется загадкой. Люди, которые это делали, в лакопах по вполне понятным причинам не сидели и Великую войну пережили. Многие из них написали мемуары. Вот только о своей роли в создании снарядного дефицита они, понятное дело, не оставили ни строчки. Но цифры — вещь упрямая. Мы не знаем имена людей, совершивших преступление, но мы благодаря этим цифрам знаем, что оно было совершено. И его жертвой стали русские солдаты, вынужденные собственной кровью платить за пронзительное молчание собственной полевой артиллерии. Сотни тысяч русских солдат приносили в жертву маниакальные идеи свержения царской власти. По воле незримых кукловодов безымянные могилы русских воинов покрывали поля Галиции и леса Центральной Польши с одной целью — посеять в народе злые семена недоверия к собственному царю. С высоты нашего далекого будущего мы знаем, что эти семена дали на русской земле горькие всходы. Плоды эти мы пожинаем и поныне. Завершив переброску войск Западного фронта, германское командование готовилось к активным действиям на Востоке. Если в кампанию 14-го года центральные державы держали против России не более 35% реальных сил, то с началом кампании 15-го года не менее 50% от общей численности австрогерманских войск прочно прописалось на русском фронте. Такое соотношение сохранится до самого конца войны. 7 февраля 15-го года в Восточной Пруссии, объединенными усилиями 8-й и 10-й армий, на фронте протяженностью в 170 километров, в районе Мазурских озер, Гинденбург начал операцию по окружению 10-й русской наревской армии. Здесь еще не было сплошного фронта и сохранилась возможность маневренной войны. Это была попытка повторить классические шлифеновские клещи, которые почти в этих же местах так хорошо удались немецкому фельдмаршалу в августе 14-го. Желаемого результата тщательно подготовленная операция не принесла. Русские войска в полном порядке вышли из-под удара. Единственным успехом немцев было окружение в массиве августовского леса частей 20-го армейского корпуса. 10 дней корпус сражался в полном окружении, приковав к себе приготовленные для развития прорыва резервы. В августовских лесах ценой своей гибели 20-й корпус спас 10-ю армию от неминуемого окружения. Когда у оставшихся в живых вышли боеприпасы, русские стрелки пошли в штыковую атаку, докатившуюся сквозь цепи немецкой пехоты буквально до позиции полевой артиллерии, вызывая мужеством своим удивление и восхищение даже в стане врагов. Честь 20-го корпуса была спасена. И цена этого спасения 7 тысяч убитых, которые пали в атаке в один день битвы на пространстве двух километров, найдя здесь геройскую смерть. Попытка прорваться была полнейшим безумием. Но святое безумие – геройство, которое показало русского воина в полном его свете, которого мы знаем со времен Скобелева, времен штурма Плевны, битвы за Кавказ и штурма Варшавы. Русский солдат умеет сражаться очень хорошо. Он переносит всякие лишения и способен быть стойким, даже если неминуемо при этом и верная смерть. Корреспондент Брандт. Газета «Шлесеже фолькцайтунг» от 2 марта 1915 года. 86 лет спустя, также на исходе зимы, погибая в Чеченских горах на перевале под Аргуном, рядовые офицеры 6-й парашютно-десантной роты вряд ли вспоминали о том, как героически умели умирать их славные предки. И хотя бы потому, что таковые были дефекты существующей сегодня образовательной системы. Но и разделенные столетием исторического беспамятства, они духовно объединены высоким именем русского солдата. В память псковских десантников Благодарное Отечество строит памятники и освещает в возрождаемых церквах памятные доски. Полегшие в августовских лесах сибирские стрелки еще только ждут возвращения из черной полосы забвения на светлую скрижаль летописи русской военной истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова